Повышение квалификации кардиологов. Поддержка детей с расстройством аутистического спектра. Фестиваль народного творчества для детей и молодежи. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Ольга Паненкова. В КФУ состоялось подписание соглашений между Казанским федеральным университетом и представителями музея-усадьбы Ясная Поляна. В торжественной обстановке дальнейшая сотрудничество своими подписями скрепили президент вуза Рияз Мензарипов и директор Государственного мемориального и природного заповедника музея-усадьбы Лева Толстого Ясная Поляна Ексерина Толстая. По словам Радифа Замалединова, директора Института филологии и межкультурной коммуникации плана на продуктивное сотрудничество уже есть и множество проектов готовы к реализации на благо образования. Мы уже давно дружим и сотрудничаем с Казанским университетом. Для нас, для музея Ивана Николаевича Толстого Казанский университет это, в общем-то, тоже такое родное место, потому что Лев Николаевич Толстой учился в Казанском университете. Его период, его становление, его взросление, как раз это Казанский период. И, конечно, для нас очень важно все, что связано с Казанью и с этим периодом жизни. Поэтому в Казанском университете много друзей. Мы обмениваемся научными проектами, мы обмениваемся лекциями. Очень радуемся тому, когда приезжают студенты и преподаватели университета в Ясную Поляну. И, конечно же, хотим, чтобы вот эти приезды, посещение Ясной Поляны, их стало больше, и чтобы, может быть, Ясная Поляна стала таким местом, которое будет объединять нас, и будем чаще встречаться в Ясной Поляне. Нам удалось создать совместную лабораторию, которая сегодня занимается изучением наследия Льва Николаевича Толстого. В настоящее время мы в Казанский федеральный университет и Ясная Поляна вместе организовываем семинары, симпозиумы, участвуем на различных конференциях. И исследователи Казанского федерального университета сегодня имеют возможность работать в архивах библиотеки музея и библиотеки Льва Николаевича Толстого. 15 декабря в Гранд-отель Казань прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Кардиоваскулярные заболевания в клинике и на абулаторном этапе», где ведущие специалисты в области кардиологии собрались для обсуждения наиболее актуальных тем в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Наряду с ведущими специалистами по этим вопросам на мероприятии с докладами выступили практикующие врачи-кардиологи и фельдшеры скорых, от которых напрямую зависит здоровье, а зачастую и жизни пациентов. Опасность заболеваний сердечно-сосудистой системы не уменьшается с годами, а лишь усиливается. Они уносят с собой миллионы жизней ежегодно. В целях повышения квалификации практикующих врачей в этой области 15 декабря в Гранд-отель «Казань» прошла межрегиональная научно-практическая конференция с российским участием «Кардиоваскулярные заболевания в клинике и на амбулаторном этапе», проводимая под эгидой Казанского федерального университета и университетской клиники КФУ. Она ставит своей задачей обсуждение современных подходов в лечении кардиоваскулярной патологии, а также применение в повседневной практике современных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, принципов первичной и вторичной профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы с целью улучшения прогноза пациентов с кардиоваскулярной патологией, что, как следствие, позволит снизить сердечно-сосудистую смертность. Это мероприятие мы начали проводить еще в 2019 году. Мы не прерывались ни на год, даже во времена коронавирусной инфекции. Мы проводили ее онлайн. С тех пор мы научились проводить это мероприятие в смешанном формате, в гибридном формате, у нас есть и слушатели в зале, и подключение по интернету. Это очень важно, потому что мы обсуждаем наиболее злободневные проблемы кардиологических сердечно-сосудистых заболеваний. Мы постарались пригласить ведущих специалистов нашего города, нашей республики, профессор Галявич, профессор Хасанов, доценты наших вузов, медуниверситету, медакадемии, Казанского федерального университета, все ведущие кардиологи выступают на нашей площадке, обсуждаем серьезные проблемы. Мы организовываем нашу конференцию таким образом, чтобы у нас имели возможность выступить не только известные люди, мы имеем возможность пригласить врачей, обычных практикующих врачей, молодых врачей, чтобы они могли доложить клинические случаи, свои разобрать проблемы. Таким образом, мы можем сделать так, чтобы у нас и самые известные кардиологи, и обычные практикующие врачи поделились своим мнением по поводу диагностики лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Мероприятие проходило в формате непрерывного медицинского образования врачей. В числе лекторов и докладчиков, научные работники кафедр медицинских вузов Республики Татарстан, а также приглашенные специалисты из других регионов. Основной своей целью конференция ставит знакомство с современными подходами ведения пациентов с сердечно-сосудистой патологией, а также изучение конкретных клинических случаев. Кроме того, с целью повышения квалификации специалистов в рамках конференции прошло обсуждение результатов клинических исследований и итогов работы Российского кардиологического общества и Европейского общества кардиологов. Кардиология – очень динамично развивающаяся наука. Мы обновляемся буквально ежемесячно. Все те знания, которые мы могли обсуждать еще 10 лет, на сегодняшний день являются абсолютно устаревшими. Практически ежегодно у нас появляются новые рекомендации, новые научные открытия. И мы вынуждены, чтобы быть на передовом уровне, на острее наших кардиологических знаний, мы должны ежедневно обсуждать все нововведения, которые появляются не только в нашей стране, в Европе, в Северной Америке, во всем мире. И именно сегодня мы будем обсуждать те новшества, которые появились за последние полгода во всем мире. Кардиологи нашей страны могут с гордостью сказать, что все основные веяния, все новости, которые есть во всем мире, сразу же приходят в нашу клиническую практику. И если мы будем говорить, как мы лечим сердечно-сосудистые заболевания, в нашей стране, мы можем абсолютно уверенно сказать, мы лечим в точности так же, как лечат в лучших клиниках Европы, всех мировых. И мы действительно знаем все нововведения, которые есть. Это заслуга нашей отечественной кардиологии, быть на передовых ролях. По словам организаторов и участников конференции, те методики и способы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые были подняты для обсуждения, совершенно точно поспособствуют повышению профессионального уровня врачей кардиологического и терапевтического профилей, а также получению ответов на сложные вопросы. Врачи получат информацию о новых рекомендациях и современных подходах ведения больных с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Елизавета Газизянова, Валерия Карташова, Николай Осуховский, Универ Новости. 15 декабря состоялось закрытие второй Всероссийской научно-практической конференции «Аутизмы вместе», где участники и гости мероприятия смогли подвести итоги активной работы первого-второго дней. В числе мероприятий секции, мастер-классы и экскурсии по специальному коррекционному детскому саду для детей с расстройствами аутистического спектра. Все подробности узнаете далее. Во второй день второй Всероссийской научно-практической конференции «Аутизм. Мы вместе» участники окунулись в практический мир психолого-педагогических методик по обучению и сопровождению детей с расстройством аутистического спектра. Так, в стенах специального детского сада для детей с рас «Мы вместе» Казанского федерального университета прошли обучающие семинары, мастер-классы и панельные дискуссии, где педагоги и психологи представили различные методики по улучшению и развитию условий обучения и воспитания детей. В результате современных исследований и понимания аутизма мировое общество начинает признавать важность индивидуального подхода к людям с расстройствами аутистического спектра. Реализовать продвижение проблемы и по пути ее решения возможно лишь с помощью комплексной программы, в которой должны быть задействованы все ведомства. Это Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования и науки. На нашу конференцию зарегистрировалось 790 участников. Это Россия, такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, практически вся республика Татарстан и, конечно же, Узбекистан и Казахстан, наши международные партнеры. Количество участников конференции в этом году достигло почти 800 человек, которые собрались для важной миссии. Создать наиболее комфортные условия для детей с нарушением нейропсихического развития. Специалисты детского сада разработали методическое пособие для педагогов, психологов и родителей детей с РАС с подробными техниками корректного сопровождения и обучения. Методические пособия, которые разработаны педагогическим коллективом нашего детского сада и лабораторией комплексного сопровождения детей с РАС Института психологии и образования. Нами были разработаны методические рекомендации, потому что в плане по реализации концепции Республики Татарстан по комплексному сопровождению детей с РАС, был такой пункт – разработать методические рекомендации. Эти рекомендации помогают специалистам, которые работают с родителями, имеющих детей с расстройством мутического спектра, консультационной помощи. То есть здесь для молодых специалистов придуманы чек-листы, как готовиться к консультациям, придуманы практические памятки, что нужно специалисту говорить, как это нужно говорить, какими эмоциями выходить к родителю, как успокаивать его, как взаимодействовать, чтобы выстроить правильный план помощи ребенку. Помимо презентации новых методик в формате мастер-классов, участникам конференции рассказали об организации консультирования специалистами образовательных организаций семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Также спикеры поделились способами формирования социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста, болеющих аутизмом. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Казанский федеральный университет вместе с комиссией при РАИСе Республике Татарстан по вопросам сохранения развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, провели фестиваль народного творчества для детей и молодежи. О том, как все прошло, расскажет моя коллега. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся галоконцерт Приволжского молодежного фестиваля народного творчества национального достояния и Всероссийского детско-юношеского фестиваля народного творчества Милле Хазина. В оргкомитет фестиваля поступило более 700 заявок из учебных заведений десятка регионов нашей страны. К участию в нем приглашались творческие коллективы и отдельные исполнители. Он зародился уже более 10 лет назад. И первыми участниками фестиваля были учителя. Далее у нас уже появились и студенты, и школьники. И ведь и в стратегии национальной политики Российской Федерации и так далее приветствуется, что мы должны сохранять традиции, родные языки и так далее. Данный фестиваль направлен именно на эту цель. Ежегодно в стенах Казанского федерального университета пересекаются дороги представителей различных регионов разных культур и традиций. На сцене прозвучали народные песни, исполнены яркие творческие номера и театральные постановки. Фестивали проводятся с целью сохранения и развития языков, культуры и традиций коренных народов по Волжи и России, укрепления дружеских и этнокультурных отношений между народами Российской Федерации. Каждый участник стал продолжателем своих традиций и культур. Мы здесь находимся уже с обеда, репетируем. И здесь очень атмосферно, участники все очень добрые, талантливые. И здесь все очень круто, мне очень нравится. Организация очень хорошая. Я здесь была на первом курсе, выступала последний раз. Мы тоже были на этом конкурсе национальном достоянии. Заняли второе место с марийским танцем. Основной задачей национального достояния является популяризация в молодежной среде народного вокала, музыки, хореографии, народной стилизации эстрадных произведений, а также возрождение национальных мотивов в современных изделиях. Фестиваль Милли Хазиня направлен на выявление молодых талантов, имеющих способности к литературному и художественному творчеству, переводческой деятельности, создание единого коммуникационного пространства для обмена опытом между ними, а также развитие улучшающихся интереса к родным языкам, литературам и культурам. Карина Саяхова, Николай Асуховский, Тимур Ахметов. Универ Новости. Один из старейших вузов России, Казанский федеральный университет, посетили победители Международной исторической школы Российского исторического общества. Проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев поздравил молодых людей с итогами плодотворной работы и дал наставление для дальнейшего развития. Казанский федеральный университет посетила делегация «Газпромнефть промышленной инновацией» во главе с генеральным директором Михаилом Никулиным. Гостей познакомили с лабораторной и производственной инфраструктурой вуза, затем приступили к официальной части встречи – обсуждению планов сотрудничества с ГФУ. Коллеги обозначили актуальные вопросы, поговорили о научном центре мирового уровня, рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты и на меньшей точке – роста для дальнейшей работы. На сегодняшний день между ВУЗом и «Газпромом» уже подписано соглашение, в рамках которого утверждена стратегия развития взаимодействия. Мы достаточно давно начали наше взаимодействие, но на сегодня видим, что КФУ развивается, появляется много новых научных и технологических направлений, поэтому приехали увидеть, что новое и какие новые направления могут быть для дальнейшего сотрудничества. Вот это направление, они очень заинтересовались нашими возможностями, возможностями КФУ, потому что у нас, во-первых, есть все от теоретических разработок, исследования структуры материалов, компьютерного дизайна новых материалов, от этого до более простых вещей, создания каких-то конкретных катализаторов. На этом все. В студии была Ольга Паренкова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин